Согласитесь, не всякому посчастливится обратиться к мировому сообществу с высокой трибуны Организации Объединенных Наций и ее детского фонда ЮНИСЕФ. Но как бы то ни было, практически в каждом из нас теплится надежда на такую, пусть и весьма призрачную возможность. Потому как практически все мы уверены в том, что нам есть, что рассказать миру. Наверное, так думал и молодой москвич Евгений Белоголовцев. Не нам судить, насколько неожиданным для Жени стало приглашение его в качестве одного из основных докладчиков на международную конференцию на тему «Добровольчество. Технология социальных преобразований», проходившую с 1 по 4 июля в Женевском представительстве ООН. Но сей факт заставил нашего героя не по-детски волноваться. Однако кому, как ни парню, который, несмотря на то, что не совсем здоров, принимает участие в различных программах и проектах на равных условиях с молодыми людьми с любыми физическими характеристиками. Убедительно, на собственном примере молодой человек с детским церебральным параличом поведал об успехах в журналистской деятельности в программе «Разные новости» на телеканале РАЗ-ТВ и театральных подмостках. Об участии в добровольческих акциях и спортивных достижениях в реабилитационной программе «Лыжи мечты». Любовь, забота и поддержка родителей и друзей позволяют ему осваивать разные направления нашего многогранного мира. Живая история обычного московского парня, не испытывающего никаких комплексов по поводу своего заболевания, которое не мешает ему быть полноценным членом общества, вызвало живой отклик и долгие теплые аплодисменты участников Женевской конференции ООН. Словно в калейдоскопе рабочие встречи в рамках конференции сменялись мероприятия обширной культурной программы. Вот так, выступая на рабочих встречах, посетив ЮНИСЕФ и Всемирную организацию здравоохранения, Музей Олимпийских игр и Красного Креста, наш Женька Белоголовцев за 4 июльских дня своим активным участием в мероприятиях конференции отвечал на вопрос «Что такое эффективная социализация?» Ответ прозвучал достойно. Субтитры создавал DimaTorzok